Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Говорят, что в природе есть рамный внедорожник, который надежнее, чем Land Cruiser и Patrol. Вероятно, вы догадались, что сегодня речь пойдет о Discovery. Давайте попробуем развеять миф о капризности и неприхотливости этого Land Rover. Итак, встречаем Discovery 4. Для многих владельцев Land Rover Discovery 4 – это идеальный автомобиль для путешествий, вылазок на природу и семейных поездок. Не поверите, но абсолютное большинство тех, кто купил неубитый Discovery 4, очень довольны им. Хотя не исключено, таким людям снятся кошмары про коленвал дизельных V6. Вновь повторим прописную истину. Если и покупать Discovery 4-го поколения, то обслуженный, не убитый и с честным пробегом. Кстати, общий пробег фиксируется в том числе в блоке системы «Terrain Response». Там при диагностике можно найти общий пробег и пробеги в каждом из режимов этой системы. Сумма индивидуальных пробегов в каждом режиме движения должна равняться общему пробегу. Так что проверяйте показания пробега у этих автомобилей на профильных ИСТО перед покупкой и не дайте себя обмануть. Ну а теперь переходим к обсуждению слабостей и технических неловкостей данного автомобиля. Поехали! Невооруженным взглядом видно, что Discovery 4 обладает аэродинамикой кирпича и от этого в основном страдает лобовое стекло. При регулярной езде по трассе оно царапается песчаной пылью и легко трескается из-за попадания камней, потому что оригинальное стекло очень, ну можно так сказать, хрупкое. Поэтому если вы покупаете этот автомобиль на вторичном рынке, не удивляйтесь то, что лобовое стекло не оригинальное. Его иногда приходится, опять же повторимся, при частых поездках по трассам менять раз в год. Покрытая сколами решетка радиатора, фары, бампер – это типичная ситуация после нескольких лет эксплуатации Discovery 4 на загруженных трассах, то есть когда на него летят песчинки и камушки из-под колес других машин. Если Discovery 4 оснащен боковыми подножками, то зимой надо обязательно сгребать с них снег. Дело в том, что при закрытии двери нижний пластиковый молдинг сгребает снег под себя и в момент захлопывания он просто отщелкивается. Грубо говоря, нижние молдинги дверей буквально отваливаются, если под них попадает что-то твердое. Сами подножки могут остаться без наружного декоративного молдинга, который присутствует в конструкции оригинала, если он зацепится за внедорожное препятствие. Коррозия не донимает Discovery 4, по крайней мере окрашенный металл долго не ржавеет. А вот днище любого рамного внедорожного – это просто ферма для коррозии. Коррозия появляется на раме, на днище кузова, а также в колесных арках. Многие владельцы делают полный антикор с сопутствующим снятием кузова с рамы, обработкой, зачисткой и обработкой всех металлических деталей, которые контактируют с грязью и реагентами. И, кстати, от влаги страдает проводка к датчикам парковки и видеокамерам. Сервопривод заднего стеклоочистителя перестает работать из-за закисания вала, на который крепится поводок. Обычно с редуктором и смазкой в нём всё хорошо, а вот вал в непосредственной близости от поводка корродирует. Сервопривод заднего дворника достаточно просто снимается и разбирается. Очистка и добавление новой смазки надолго решают проблему. Кстати, существует привод заднего дворника нового образца. У него вал лучше защищён от влаги, но такая деталь обойдётся в $230. Запасное колесо Discovery 4 подвешено в заднем свесе. Оно поднимается и опускается при помощи лебёдки. Шестигранник лебёдки проходит сквозь дно багажника, он вращается при помощи ключа для колёсных гаек. К пробегу в 200 тысяч километров у Discovery 4 начинались проблемы с замками дверей. Актуаторы электромеханические с двумя моторчиками в каждом. Так вот, у этих моторчиков просто изнашивались угольные щётки, и замок либо переставал открываться, либо переставал забираться. Чтобы добраться до замка, нужно основательно разобрать дверь, снять обшивку, трапецию стеклоподъёмника и даже наружную ручку. Моторчики или держатель щёток можно купить на китайских маркетплейсах. Если замок двери багажника начал срабатывать не с первого раза или появились ложные срабатывания, то тогда дело вот в этой кнопке. Но кнопка для вот этого автомобиля продаётся вместе с блоком замка. А кнопочка вот эта точно такая же, как на Freelander второго поколения. Стоит она от $20 до $60. Реже случается отказ замка актуатора задней двери. Он находится в нижней створке. Если он выходит из струя, то тогда замок не разблокируется, то есть верхняя створка не поднимется. Если при открытии задней двери вы слышите бодрое жужжание актуатора, то скорее всего случился облом концевика тросика, за который актуатор дёргает. Новый актуатор можно купить по каталогу Ford. Также у него много дешёвых аналогов, а также можно разобрать актуатор и заменить в нём электромотор. Кроме того, можно вывести под обшивку багажника тросик для аварийного открытия задней двери. Можно отыскать в продаже и комплект для установки механической клавиши для открытия багажника изнутри. Это не лишний тюнинг, если в путешествиях владелец Discovery 4 остаётся ночевать в его огромном багажнике. Самый распространённый Discovery 4 с дизельным двигателем до рестайлинга был двигатель 2.7, но вместе с ним ещё продавался двигатель 3.0. А вот после рестайлинга выбора не стало и продавался только двигатель 3.0. Вообще, эти двигатели 2.7 и 3.0 – это близкие родственники. Они разработаны компанией Ford, производились на заводе Ford в Англии. К этим двигателям имеет отношение концерт PSA, который устанавливал их на дорогие Peugeot. Можно считать, что 3.0 – это модернизированная версия двигателя 2.7. Созданы они на основе чугунного блока, имеют ременной привод ГРМ. И, кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор двигателя 2.7. Обязательно посмотрите. Если ещё не подписаны, то подпишитесь. 2.7-литровый мотор на Discovery 4 идёт всегда с одним турбокомпрессором BorgWarner BV50. А вот трёхлитровые двигатели битурбированные с турбокомпрессорами Garret GT 1444 и GTB 1749VK. У 2.7-литровых двигателей топливная система Siemens, у трёхлитровых – Bosch. Обе системы с пьезофорсунками от NVD приводятся отдельным зубчатым ремешком. Так вот, самая большая неприятность этих моторов – это поломка коленвала. И, кстати, у Discovery 4 это получается самая неприятная проблема. По данному поводу высказано много теорий и мнений. Мы придерживаемся того мнения, что, во-первых, нужно заливать 6.3 литра масла, а не 5.5 литров, который соответствует высшему уровню по щупу. Дело в том, что для адаптации к полноприводным автомобилям инженеры изменили масляный поддон не учли этого при добавлении отметок уровня на щупе. Самое неудачное – сделали длиннюю трубку маслозаборника, по которой масло не сразу попадает в насос после запуска двигателя. То есть возникают условия для медленного, но методичного износа вкладышей. Во-вторых, этим двигателям плохо подходит масло классификации A5B5. Защита вкладышей и портрения лучше будет с маслами C3. Вообще, все производители, кроме Land Rover, рекомендуют для этих двигателей именно масло классификации AC, C3, 5V30 и 5V40. Также нужно каждые 2-4 года менять антифриз и чистить радиатор. А чтобы было совсем хорошо – не увлекаться драгрейсингом. То есть, считается, что коленвал слабоват при максимальных ускорениях с места. Кроме того, некоторые сервисы рекомендуют менять маслонасос при каждой замене ремня ГРМ, а эта деталь обойдется в 240 долларов. А вообще, если чистить радиаторы, то есть чистыми радиаторами и правильным маслом, эти двигатели выхаживают и по 500 тысяч километров. Турбины у этих двигателей служат долго, но для значительного продления жизни правой турбины надо установить модернизированную трубку слива масла из ее картриджа. Такая трубка сливает масло в канал в блоки цилиндров, а не в поддоне. Старое отверстие в поддоне нужно заглушить. Некоторые хлопоты доставляют клапаны EGR, топливные форсунки дорогие в замене. При эксплуатации в морозном климате в трассовых режимах нужно установить щиток, прикрывающий интеркулер. Такова настоятельная рекомендация завода. Дело в том, что влага из воздуха при определенных условиях конденсируется в интеркулере, может замерзнуть там, что помешает двигателю запуститься. А если такой мотор согреется в теплом боксе, то после запуска легко глотнет воды из интеркулера и погибнет от гидроудара. При осмотре Discovery 4 с дизельным мотором нужно снять декоративную крышку с двигателя и осмотреть агрегат на предмет следов масла. Масло может присутствовать в развале блока цилиндров, также течь может быть из подклапанных крышек и по переднему сальнику коленвала. Уровень охлаждающей жидкости в бачке должен соответствовать индикатору на панели приборов. Нередко датчик уровня врет. В этом случае придется менять расширительный бачок. Расположенный рядом с бачком автономный отопитель присутствует на всех дизельных Discovery 4. Этот полезный агрегат может напугать обильным дымлением. Это прогорает его камера, но отопитель практически полностью ремонтопригодный. Discovery 4 с бензиновыми двигателями практически не встречается. Вообще, очень большая редкость встретить версию двигателя 3.0 V6 с компрессором. Больше шансов встретить всё-таки пятилитровый V8. И вы не поверите, содержание. Discovery 4 с бензиновым двигателем может быть дешевле, чем с дизельным. Особенно если дизель сломает колено. И пятилитровый V8 более предсказуем и не огорчает течами масла. У него нет турбин. Хотя расход у таких машин с пятилитровым V8 в два раза больше. Discovery 4 иногда встречается с шестиступенчатой МКПП, но в подавляющем большинстве он всё-таки оснащён автоматом. Это либо шестиступенчатый ZF, либо восьмиступенчатый. У восьмиступенчатого здесь выдвижная шайба-селектор. У нас получается шестиступенчатый ZF. Обе трансмиссии надёжные, но не без нюансов. У нас, кстати, есть подробнейший обзор на нашем канале. Шестиступенчатый АКПП ZF 6HP26. Обязательно посмотрите, кому интересно. Кто ещё не подписан, подпишитесь. Фильтры у этих автоматов встроены в поддоны. Их можно менять каждый раз при замене масла. Хотя такие поддоны стоят по оригиналу 150 долларов. И раз в 100 тысяч километров надо поменять ещё втулку электроразъёма. И, кстати, этот автомобиль предоставил нам наш подписчик. Алексей, спасибо огромное. Если вы хотите нам предоставить машину для обзора, то пишите на почту, которая будет в описании к этому ролику. Помимо отличных БУ запчастей и на этот автомобиль, в том числе, в «АвтоСтронге» есть ещё абсолютно новые запчасти и технические жидкости. Так что, милости просим, пишите нам в мессенджерах, пишите в чате на сайте, звоните нам и пишите в наши соцсети. Будем рады. Также у нас есть ещё подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, продаём байки с минимальными пробегами и с полным пакетом документов. Нужен мотоцикл в «МотоСтронг». Ссылочки тоже будут в описании. Ну а сейчас мы поехали на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Полноприводная трансмиссия у Discovery 4 надёжная и не сильно хлопотная. Все дифференциалы у него симметричны и центрально оснащён блокировкой. Предусмотрена и блокировка заднего дифференциала, но не во всех комплектациях. Блокировки дифференциалов активируются автоматически в зависимости от выбранной программы в системе Terrain Response. Раздаточная коробка в паре с восьмиступенчатым автоматом может быть одноступенчатой, то есть без понижающей передачи. У таких машин на центральной консоли не будет обозначений, то есть кнопок High и Low. Также после 200 тысяч километров на раздаточной коробке могут появиться маслянистые пятна. А это говорит о негерметичности сальников. Кстати, масляные подтёки на редукторах могут появиться при пробеге в 300 тысяч километров. Раздатки для шести восьмиступенчатых автоматов разные. В раздатке надо менять масло каждые 120 тысяч километров. Сюда входит 1,5 литра масла в спецификации GL5 вязкостью 75V90. В передние и задние редукторы можно заливать такое же масло. В передние идет 0,65 литра, а в задние – 1,25 литра. Менять его надо раз в десять лет. Но если задний редуктор оснащен блокировкой, то тогда объем масла 1,75 литра. И масло там надо использовать особенные спецификации BOT 720 и менять раз в 60 тысяч километров. Кстати, моторчик включения заднего дифференциала может перестать работать при пробеге в 400 тысяч километров. И это обычно видно только по ошибкам при диагностике. Также может включиться аварийный режим трансмиссии. Актуатор включения блокировки дифференциала оригинальный стоит пару тысяч долларов. Есть заменители по 600 долларов, но есть варианты с отремонтированным моторчиком. Также бывают случаи износа подшипника редукторов. В первую очередь – заднего редуктора. Так вот, гул из-под днища можно убрать с заменой этих самых изношенных подшипников. Карданный вал в передней части Discovery имеет два шруса, затем идет подвесной подшипник. Крестовина одна – заднего редуктора. Крестовина необслуживаемая. Естественно, при больших пробегах устает и подвесной подшипник, и крестовина, и шрусы. Гул, люфты в шлицах, закусывание – все это дополняется и рывками во время езды или смены направления движения. Такие карданы хорошо знакомы специализированным сервисам, которые меняют все их изношенные детали. То есть, есть подходящие варианты по шрусам, подшипникам и крестовинам. Ручник у Discovery 4 электромеханический. Актуатор находится между днищем и задним подрамником. Так вот, этот актуатор тянет за тросы барабанных тормозных механизмов стояночного тормоза, которые находятся в тормозах задних колес. Сразу скажем, что специализированные мастерские по вот этим британским внедорожникам восстанавливают работоспособность модуля ручника буквально за час, не снимая его с автомобиля. Проблема заключается в растягивании этих самых тросов, также в закусывании тросов, либо же в обрыве этих самых тросов. Это может привести к аварийному режиму, и даже произойдет то, что двигатель не запустится, потому что блок управления, который находится в ручнике, завязан на иммобилайзер. Да, вы все правильно поняли, если актуатор стояночного тормоза заглючить, то двигатель может не запуститься. Можно на первых порах попробовать подергать кнопку ручника, и тогда актуатор может соблаговолить и разблокируется. Но есть еще аварийный тросик разблокировки ручника. Находится он под подстаканниками, но очень часто, сколько его не дергай, актуатор не разблокируется. Пневмоподвеска Land Rover Discovery 4 очень надежная. Пневмобаллоны ходят примерно 200 000 км и являются ремонтопригодными. Задние пневмобаллоны в оригинале имеют пыльники, защищающие амортизационную стойку от грязи и влаги. А значит, от коррозии на передних пневмобаллонах чулков нет. И это очень зря. Владельцы Discovery 4 давно знают о таком недостатке и устанавливают подходящие пыльники. Сюда подходят гофры от задних пневмобаллонов Audi Q7 и Volkswagen Touareg. Также есть специально изготовленные пыльники. Но толк от них будет, если нижняя часть стойки не загрязнена и не побита коррозией, потому что всё это прорезает резиновую оболочку. Пневмокомпрессор находится рядом с рамой на днище перед левым задним колесом и прикрыт пластиковым кожухом. Так вот, неопытный шиномонтажник может подставить сюда домкрат и в лучшем случае согнется крепление компрессора, а в худшем случае его раздавит домкратом. На эти автомобили устанавливали компрессоры Hitachi и АМК. АМК в более поздних версиях. Параллельно электромотору у таких компрессоров установлена емкость с осушителем с сирикогелем, который нужно менять раз в пару лет. В пневмосистеме три блока клапанов для передних стоек, для задних стоек и возле ресивера. Так вот, каждый блок клапанов по оригиналу стоит от 300 до 500 долларов, но есть заменители, которые дешевле. Блоки легко снимаются и разбираются, а разбирать их надо для того, чтобы смазать уплотнение клапанов. Для этого используется либо густой силикон, либо другая подходящая для этого сухая смазка. Правда, нужно знать, как разобрать каждый клапан, какую резиночку промазать, как растянуть пружинку, какое отверстие почистить от пыли. Ведь пыль сюда попадает не из атмосферы, а из емкости с силикогелем. Впрочем, такая вот профилактика помогает избавиться или, можно сказать, предотвратить дорогие проблемы. Рулевая рейка у Discovery 4 гидравлическая и ничем особым не отличается. Просятся на капремонг к пробегу в 200 тысяч километров, а все начинается с запотевания правого сальника. При этом уже может ощущаться люфт рейки, а также может понадобиться замена напорного шланга гидросистемы. Если у этого автомобиля начал закусывать руль, то чаще всего виновником является нижняя крестовина рулевого вала. Вместо оригинальной можно ставить неоригинальную крестовину. Лебедка запасного колеса крайне неудачная. Ее даже можно испортить, если делать все по инструкции. Ее трос обязательно должен быть под нагрузкой во время вращения. В противном случае, то есть без нагрузки, трос легко приводит к заклиниванию своего пластикового барабана, на который он наматывается. Другими словами, если вы сняли запаску и не собираетесь устанавливать другое запасное колесо в заднем свесе, то не скручивайте трос, а закрепите его на днище пластиковыми стяжками. А если барабан лебедки начал подклинивать и вы при этом приложите чрезмерное усилие, то квадрат на приводном вале барабана легко срывается. Уж очень хлипкая приводная пластина лебедка. В общем, на большинстве Discovery 4 лебедка либо модернизирована, либо отремонтирована разными способами. Ну, а теперь давайте к подвеске. Передняя подвеска Discovery 4 двухрычажная. Основные расходники – это сайлентблоки нижнего рычага. Стоят по $50 и $30 соответственно. Недорого. Производитель как бы установил на них дешевые цены, наверное, для того, чтобы владельцы не мучились с неоригиналом. Ходят эти сайлентблоки примерно 75 тысяч километров и меньше. Шаровая опора стоит от $40 до $100 и ходит примерно 70-100 тысяч километров. Компоненты верхнего рычага тоже продаются и меняются отдельно. Два сайлентблока стоят по $30, шаровая опора примерно $80. Тяги переднего стабилизатора выхаживают 80 тысяч километров. Стоят от $20 до $60. Рулевые наконечники для этого здоровяка оцениваются от $30 до $90. Оригинальные выхаживают 100 тысяч километров. И, кстати, помним, что за новыми запчастями тоже в «АвтоСтронг». Задние колеса тоже подвешены на двух рычагах, а схождение регулируется отдельной тягой. Задняя подвеска более долговечная, но вот если придется поменять тяги схождения, то за качественные придется отдать от $40 до $100 или порядка $170 за оригинал. Нижние и верхние сайлентблоки, задние цапки, продаются по $60 и $90. Служат порядка $150 тысяч километров. Ну, как вам надежность Land Rover Discovery 4? Все бы было очень круто и даже в некоторых аспектах лучше, чем у Toyota и Nissan, если бы не было лотереи с дизельными двигателями. Некоторые владельцы говорят, что это просто расходник, хотя в последние годы удалось стабилизировать ситуацию с поломанными коленвалами. И, вопреки многим мнениям, на этих машинах не страшно ехать в далекую поездку, что по обычным дорогам, что по бездорожью. Большинство владельцев очень довольны этими машинами. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».